Здравствуйте, друзья! Это Мультиспикер, программа об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля. И на вчера и мы, ее ведущие, Евгений Романенко и Елена Шипилова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дорогие зрители! Германия превыше всего так поют немцы в своем гимне. И в рамках этого ролика мы не можем с ними не согласиться, потому что именно Германия и немецкий язык, так нужный нашим соотечественникам, предмет нашего сегодняшнего интереса. В конце ролика Елена расскажет, где найти время и мотивацию на изучение немецкого языка. Сейчас традиционный вопрос. Елена, по вашему опыту, а вы много знаете чего о том, как наши соотечественники учат немецкий язык, кому и в каких жизненных ситуациях может потребоваться знание немецкого языка? Немецкий необходим тем, кто уже живет в Германии. И как это ни странно, я считаю, что это именно практически единственная страна, где людям, которые живут уже там, нашим русскоговорящим, немецкий нужен больше и в большем объеме, чем тем людям, кто туда собирается переезжать. Потому что те, кто туда переезд свой планируют, они так или иначе задумываются о том, что им необходимо будет там общаться на немецком языке. А вот очень многие, огромное количество людей, которые находятся уже в Германии, которые, в принципе, получили то, что они хотели, и они там расслабились, немецким языком владеют совершенно не в том объеме, который необходим им там, для того, чтобы они себя хорошо чувствовали и чтобы к ним хорошо относились. Не так острая ситуация с немецким языком, конечно, с теми, кто находится в Австрии, кто переезжает в Австрию, и совершенно другая у тех, кто уже в Швейцарии или туда планирует. То есть вот Германия – это та страна, где людям, живущим уже в стране, немецкий нужен больше, чем всем остальным. Среди способов Spege Deutsch, доступных вашим студентам, есть курс немецкого уровня B2. Выглядит фундаментально. Расскажите, кому нужен именно этот курс, Елена? Этот курс разрабатывался как продолжение обучения для наших студентов, которые прошли обучение на нашем базовом 20-недельном курсе и на выходе получили уровень А2-Б1. И для Германии уровень B2 в немецком языке является одним из основных этапов, одним из основных документов, которые вам, например, необходимо собрать для того, чтобы вы устроились на работу или чтобы вы переехали в Германию как высококвалифицированный специалист. То есть этот уровень является таким себе порогом, этапом в вашу новую жизнь, в ваше новое качество непосредственно в Германии. Поэтому, зная, что действительно многие студенты стремятся дальше, мы разработали такой курс, причем это был курс не подготовки специально к экзамену. Мы сделали курс таким образом, чтобы не повторить этой страшной ошибки, когда люди приходят на курс только для того, чтобы подготовиться к экзамену. И вот завершая подобные подготовительные курсы, сдавая экзамен, получая даже на минуточку сертификат, через какое-то время они звонят нам и говорят, возьмите нас к себе на курсы, потому что у нас уровень А1. Это совершенно невозможно понять, как такое может быть, если, конечно, ты не знаешь, как проходит обучение, в принципе, на курсах, в группах, на языковых школах. Но это есть. По сертификату у вас уровень Б2, а по факту вы умеете пользоваться немецким языком в лучшем случае на уровне А2. Когда мы разрабатывали этот курс, задача стояла не просто подготовка к экзамену, а вывод человека именно на уровень Б1, благодаря грамматике, благодаря лексике, благодаря заданиям, которые развивают немецкий язык, расширяют его на уровень Б2. Как следствие, зная, умея пользоваться этим уровнем в жизни, понимая, как работают грамматические конструкции, зная прям целые выражения, прям уже сложные темы, человек в состоянии идти и сдавать экзамен. То есть у нас задача экзамена на уровень Б2 после этого курса является как побочным эффектом, я бы так сказала. А сама по себе цель – это то, что человек действительно умеет пользоваться этим уровнем в жизни. Он читает, слышит, понимает, и он на этом уровне старается уже говорить, а не съехать на какое-то простое, примитивное предложение, простое, которое было допустимо уровнями ниже. Там это допускается. Ваша задача – начать пользоваться немецким. Но когда вы находитесь на уровне красоты языка, опускаться на уровень простоты уже непозволительно. Звучит подкупающе. Давайте поясним нашим зрителям, из чего состоит и как проходит этот курс. В этом курсе 25 модулей. Я специально говорю, что это не занятие с преподавателями. У нас вообще нет схемы работы именно по занятиям. К нам люди приходят за результатом. Мы людям продаем, нашим, скажем так, товаром, нашим продуктом является результат студента, а не количество часов с преподавателями. Как обычно люди и считают, что неправильно. Когда люди приходят к нам на этот курс, их ожидают 25 модулей. Модуль длится неделю, потому что вам необходимо подготовиться к занятию с преподавателем, который завершает всю эту недельную подготовку. Вам необходимо проработать тексты, выполнить к ним задания, сделать ряд упражнений, пройти по ссылкам на сайте. То есть вы неделю работаете и занимаетесь. Для того, чтобы придя на занятия, вы уже могли пользоваться этим в речи. То есть вы в домашних условиях, в самостоятельной работе, тренируете грамматику, теорию, лексику. Это то, что вы можете в состоянии сделать самостоятельно. Вам для этого преподаватель не нужен. Вы тренируете аудирование. Для этого тоже не нужен преподаватель, потому что вы тренируете свои уши. Открывайте любой ролик на YouTube, открывайте любой фильм, слушайте, и вы будете тренировать аудирование. А вот на занятии с преподавателем вы тренируете именно умение применить все выученное уже непосредственно в вашей речи. Вот таким вот образом проходят 25 недель занятий. И когда студент нам вначале говорит, что ему необходимо сдать экзамен, то наши преподаватели, а этот курс ведут именно носители языка, наши преподаватели готовят студента с определенного этапа курса непосредственно уже и к экзамену тоже. При этом помня о том, что наша задача не подготовка к экзамену, а вывод человека на этот уровень. Вот такие у нас чудесные преподаватели и такие у нас хорошие студенты. Если резюмировать главные преимущества и выгоды курса немецкого уровня B2, как они будут звучать, Елена? Я бы сказала, что это уровень B2. Я бы сказала, что это сданный экзамен для уровня B2 и полученный сертификат. Это то, что подтверждают все наши студенты. И отдельно я бы вынесла комфортный и приятный процесс обучения у нас на курсе. Студентам нравится этот курс, потому что его ведут носители. А мы с вами уже в предыдущих наших передачах говорили о том, насколько важно заниматься именно с носителем, какие преимущества от носителя получает человек. Поэтому, когда студент напрягается, а потом в результате видит свой результат, он действительно, у него крылья вырастают, он получает такое удовольствие от самого процесса изучения, которое ведет к тому, что он получает результат. Что это просто не описать словами. Вот этот курс студентами очень любим и очень эффективен. Ну и больной вопрос для наших с вами соотечественников. Где им найти мотивацию и время для изучения немецкого? Дайте несколько железобетонных советов. Вот вы знаете, в разрезе Германии настолько наболевшая для меня эта страна. Эта страна, которая лично для меня дала очень многое в свое время, потому что я просто уважительно отнеслась к их языку. И я на своем примере увидела, что значит двигаться по жизни, по Германии, владея именно немецким языком. Что когда звонят нам студенты, которые находятся в Германии 4, 6, 8, 10, 12, 20 лет плачут практически от того, что у них нет немецкого, им не нравится в Германии, они очень нехорошими словами отзываются об этой очень хорошей стране на самом деле, я им говорю, записывайтесь на курс, приходите, мы вам поможем, у вас будет системное занятие, вам необходимо заниматься, единственное, в день вам необходимо найти там определенное количество часов для того, чтобы проработать материал. И когда звучит ответ, в ответ мне фраза, что ой, у меня нет этого времени, я готова просто бросить телефон и обругать этого человека, потому что когда взрослый человек, теряющий ежедневно огромное количество возможностей только потому, что он не умеет говорить на немецком языке, и все его развитие в Германии упирается только в то, что он не умеет говорить на немецком языке, он не соизволил ему уделить внимание и выучить его, и в момент, когда ты ему говоришь, есть система, есть решение, приходи, занимайся, он говорит, что у него нет на это времени. У меня вопрос, а на что у этого человека есть время? И таким людям, как бы ты их ни мотивировал, к сожалению, никакие мои советы не помогут, но людям умным, здравомыслящим, понимающим, что дает немецкий язык, они прекрасно знают, что нужно заниматься, что немецкий язык вошел в их жизнь, что необходимо отодвинуть на задний план все другие дела и сконцентрироваться только на немецком языке. Я счастлива, что у нас такие студенты есть. Я могу прям приводить сотни примеров людей, которые все отодвинули на второй план, немецкий вывели на первый и писали о таких результатах, о которых просто другие люди просто мечтают и никогда их не достигнут, если не пересмотрят свое отношение к жизни. Вот такие вот рекомендации для взрослых людей, которые устали прятаться за детскими отговорками, сказали себе «стоп, хватит, я хочу сделать свою жизнь более немецкой, привнести ее в нее немецкое качество, немецкая надежность, немецкое благополучие» и наконец-то чувствовать себя в Германии комфортно за счет отличного знания немецкого языка, языкового хакера и психотерапевта Елены Шепиловой. Ссылку на курс вы найдете внизу под этим видео. Это была программа «Мультиспикер», где мы говорим об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля. И на вчера Евгений Романенко и Елена Шепилова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте немецкий, это вам необходимо. Всем пока. Всем пока.